Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Галины Титарчук. В некоторых районах республики введена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом в интервью нашему каналу заявил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Павлов. В конце июня в регионе установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха была выше нормы на 7 градусов, а то и более. В итоге засуха скосила часть урожая. Аграрии начали подсчитывать ущерб. По данным Минсельхоза республики, потеряно где-то 25-30 тысяч тонн картофеля. Данные предварительные. По данным в основном четырех районов, в которых были зафиксированы наиболее сложные условия, это Яльческий, Комсомольский, Баттерский, Шамушинский районы, ущерб составляет более 700 миллионов рублей. Но это уже чрезвычайная ситуация республиканского масштаба, поэтому было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации постановлением правительства Чувашки республики. Минсельхоз республики предложил Кабинету министров обратиться в российское правительство с просьбой о помощи поддержать пострадавших сельхозпроизводителей. Подробнее о последствиях засухи речь пойдет в разговоре по существу в 20-30. Мест хватит всем. Власти республики уже в сентябре намерены сократить очереди в детские сады. Этой осенью более трех тысяч ребят попадут в дошкольные учреждения. Планы колоссальные. До конца года необходимо возвести 11 новых садиков. Различные ведомства вернули еще три здания, некогда перестроенные под учреждения. Там проведут капитальный ремонт. Эти работы на постоянном контроле держит министр образования. Сегодня он проинспектировал строительство детского сада в Чубаксарах. Дмитрий Ковалев с подробностями. В прошлом году обещали, этим летом воплотились в реальность самые смелые планы. На строительство новых детских садов была направлена солидная сумма – более 400 миллионов рублей. Встроенные должны быть введены уже в сентябре, не позже. Работы на всех объектах идут по графику, а где-то намеченные сроки и вовсе опережают. Этот детский сад строители обещают сдать уже в августе. Здание возводят проверенные подрядчики от намеченных сроков. Они не отставали никогда. Сейчас на обете задействованы более ста человек. Трудятся люди и днем, и ночью. В самом разгаре отделочные работы. В уже возведенных корпусах укладывают плитку, штукатурят стены и заливают полы. Новый детский сад распахнет свои двери для 240 ребят. Дошколята будут воспитываться в шикарных условиях. Просторные комнаты, современное оборудование и бассейн. На детях не экономят. Строители работают на совесть. Но ставку делают не только на строительство. В 30 садиках планируют провести капитальный ремонт. И это тоже позволит создать около тысячи свободных мест. Что греха таить, долгие годы мы не могли их капитально ремонтировать, не могли оснащать должным образом. Поэтому то, что эта программа начинает работать и детские сады получат не только строящиеся, и существующие дополнительные оборудования, дополнительные деньги для того, чтобы привести в соответствие с требованиями санитарного эпидемического надзора, мы, думаю, шаг за шагом тоже решим проблему в тех садах, которые у нас сегодня существуют. С вести на нет детскую очередность получится только через два года. В ближайшее время чуваши из федерального бюджета выделят еще 600 миллионов рублей. Министр образования подчеркивал не раз. Программа эпохальная. Таких сумм на поддержку дошкольного образования регион не получал давно. Уже в следующем году в республике намерены возвести еще 9 детских садов. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. На днях в одной из газет появилась статья, правда, на коммерческой основе, в которой приводится письмо бывшего министра финансов республики Николая Смирнова, а к нему пояснительная записка министра сельского хозяйства России Николая Федорова. За комментариями по этому поводу мы обратились к пресс-секретарю главы Чувашии Михаилу Вансяцкому. Я хочу сказать с полной ответственностью, что никакого письма ни от Николая Федорова, ни от Николая Смирнова на имя главы Чувашской республики, по крайней мере, на сегодняшний день, на 18 июля, не поступало. Поэтому все, что об этом сообщается в средствах массовой информации, это не более, чем информационная провокация или утка, как хотите это называть. Но если это письмо и существует в природе, то я не думаю, что оно существует в природе, потому что на самом деле оно состоит из грубой подтасовки фактов и откровенной лжи. Но если в двух словах сказать о содержании этого письма, что речь идет о том, что во времена Николая Васильевича Федорова, когда он руководил республикой, экономика республики расцветала, все получали высокую зарплату, в деревнях все радовались жизни, никто не уезжал из Чувашии на заработки, а наоборот, москвичи стремились приехать к нам в республику работать. Но никакой, конечно, группы компаний САВА не было, никто деньги из бюджета республики за рубеж не выводил, никто заводы не банкротил, ни ХБК никто не банкротил, ни Трикоташку никто не банкротил, ни НДСК Новыча Боксарский, никто не разворовывал средства из нового города. Не было у нас спада экономики в 2008 году, когда на 30% упало производство, кругом было жилье доступное, зарплаты были высокие, в общем, текли молочные реки и кисельные берега. Вот это все было у нас в те времена. А сейчас, если выглянуть в окно, то по улицам бродят толпы нищих, производство стоит, и, в общем, кругом упадок и запустение. Кому это выгодно? Ну, я думаю, очень много людей, которым выгодно дискредитировать Михаила Васильевича Игнатьева, еще даже с самых первых дней, когда он пришел руководить республикой. Вот это могут быть те же самые люди, которые причастны к криминальному банкротству тех предприятий, которые я перечислил. Потому что, когда, как только Михаил Васильевич пришел, стал руководителем республикой, тут же против них были возбуждены уголовные дела. Тут же началось расследование всех этих фактов, и сегодня эти люди уже получают не условные сроки, как было раньше, а вполне реальные. Понятно, что очень многим это не нравится, и очень многие хотели бы это все прекратить, остановить. Ну, я думаю, это выгодно тем, у кого сегодня заставляют через суды вернуть в собственность республики огромные земли, которые они получили в свое время незаконными путями. Там огромные деньги крутятся, там накручивается, например, по 10 тысяч процентов. То есть эти земли приобретали за копейки незаконно, сейчас накручивают в сто раз цену. То есть они тоже очень хотели бы дискредитировать каким-то образом главу республики. Ну, я думаю, что выгодно подрядчикам, которых сегодня штрафуют за неисполнение контрактных обязательств. Раньше этого не было. Сегодня, извините, их заставляют обязательства выполнять. Выполняя срок из-за нарушения контрактных обязательств, у них отбирают контракт и их штрафуют. На мой взгляд, если для того, чтобы каким-то образом его очернить, прибегают к таким способам, как провокация, фальсификация, ложь, ну, это говорит о том, что Михаил Васильевич не делает правильное дело, и он на правильном пути. Ее невозможно увидеть, услышать или потрогать. Но в современном мире она повсюду и нередко представляет смертельную опасность. Речь о радиации. Специальная акция, посвященная борьбе с этим видом опасности, прошла сегодня в Чебоксарах на колхозном рынке. При покупке продуктов питания россиян обычно волнуют только те цифры, которые показывают весы и те, что указаны в ценниках. Спасибо. Сегодня посетителям колхозного рынка Республиканский радиологический центр совместно с Минприрода предложил оценить купленный товар не только в килограммах или рублях, но и в миллизивертах. Процедура проверки продуктов на радиоактивность проста и занимает буквально несколько секунд. Покупателям было достаточно принести купленный товар к месту тестирования. Даже выкладывать из пакета его не обязательно. К товару подносятся два прибора дозиметр и радиометр. Один определяет наличие источника радиации, другой определяет уровень загрязнения. Результаты мгновенно появляются на экранах. Давайте проверим, какие продукты питания попадут сегодня на наши столы на ужин. Акция совершенно бесплатная. Однако, как не зазывали горожан, очередь у точки тестирования так и не выстроилась. Судя по всему, чебоксарцев не слишком волнует, что они покупают. Впрочем, сознательные граждане тоже нашлись. Мне предложили проверить мои продукты купленные. У меня яйца и рыба. Я проверила. Мне сказали, что у меня все в норме. Не у меня в норме, а в продуктах все в норме. Еще я взяла бумажечку, где написано, куда обратиться, если я захочу проверить свои продукты. Кстати, по данным исследователей, более 70% радиации, которую накапливает организм человека, приходится именно на продукты питания и воду. В последнее время очень много уделяется внимания экологической безопасности. Опасная радиация чем? Она не имеет ни запаха, то есть не ощущаемая ничем. Она оказывает свое вредное, негативное влияние уже потом, после потребления. Есть различные направления, чем вредна радиация. Это различные мутации, потом сердечно-сосудистые заболевания, ДНК разрушается. На последующее поколение оказывается негативное влияние. Конечно, радиационный фон в республике в норме. За время, которое мы провели на тестировании, ни одного продукта с повышенным уровнем радиации не выявили. Однако, если бы такие нашлись, только проверкой дело бы не закончилось. Мы, как учреждение по веб-назначению природы, извещаем в первую очередь министерство, далее извещаем органы Роспотребнадзора, в первую очередь, и, соответственно, извещаем МЧС. А дальше они уже по своим каналам и принимаем какие-то меры по утилизации этих вредных источников. Что ж, радиологическая обстановка в республике, судя по всему, под надежным присмотром специалистов. Остается пожелать, чтобы и жители города своим радиологическим здоровьем начали заниматься без особого приглашения. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Универсиада в Казани закончилась, и в эти дни по всей стране встречают не только спортсменов. Домой возвращаются люди, которые вложили в это масштабное событие душу, сердце и многоположительную энергию. Команду универсиадских волонтеров Чувашии встречали мои коллеги. Эти студенты прямо с автобуса и практически сразу на бал. Продолжают танцевать и веселиться. И ничего, что всю ночь не спали. Кажется, энергии у них хватит зарядить всю Чувашию и не только. Настолько их сердца зажгла универсиада. Было все просто супер. У всех положительный эмоций. Нашли новых друзей, познакомились с разными регионами. Начиная от Владивостока, окончая Чебоксарами. Все было здорово. Да, Калининграду, да. Было очень здорово. Я работала на объекте Акварц. Я была корреспондентом. Мне очень сильно понравилось. Ребята такие дружелюбные. Наши ребята вообще зажигали. Спасибо всем. Я вас очень сильно люблю. В Казани заменилось. Дружелюбные люди. Волонтеры на каждом углу. Все было супер. Наши ребята из Чувашии оказались одними из самых лучших. Одна из самых лучших делегаций. Самых активных, самых веселых. Мы думаем, что Чувашский государственный университет считается одним из самых лучших университетов нашего региона. Ребята, какие у нас эмоции? А этим красавицам повезло вдвойне. На церемонии открытия и закрытия универсиады они представляли нашу страну. И в их хрупких руках было самое дорогое – медали. Девушки награждали победителей спортивных состязаний. Мы награждали футболистов, легкую атлетику, а также регби. Регби. Россия. Наши парни и наши девушки заняли первые места. Они взяли золотые медали. И мы, к счастью, награждали именно их. Нам повезло. Мы ждем зимнюю олимпиаду. Нас уже туда зовут лицами опять университеты. Обязательно поедем. Чтобы стать волонтером, сверхспособностей не нужно, говорят уже опытные в этом деле студенты. Просто нужно быть самим собой. Открытым, общительным и энергичным. Поехать волонтером в 2014 году в Сочи – шанс есть у всех. Россия, Казань, универсиана! Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Еще раз напомню, что сегодня в 20.30 смотрите интервью министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Павлова. Я же с вами прощаюсь. Приятных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин